Лыжи, солнце, народные забавы и традиции. Зимний лыжный марафон состоялся на спортивной базе Дербышки в Казани. Участники и гости марафона получили не только спортивно-оздоровительный эффект от мероприятия, но и просветительский. Кроме прохождения снежной трассы, они познакомились с традициями проведения святочных гуляний на Руси. Главное, не победа, а главное радость, участие, радость движения. Первыми прочувствовали радость движений лыжные марафонцы в старшей группе. Те, кому за 30. У них и дистанция самая большая 6 километров. На круг меньше 4 километра бежать пришлось самому массовому молодежному коллективу. И перед стартом у них настроение такое же праздничное. Такая радость, такое вдохновение, такое чувство свободы. Очень нравится участвовать в этом лыжном марафоне за компанией со всеми. Авелина Галеева готовится к своему забегу в младшей группе. Прежде чем встать на лыжи, вспоминает, чему ее учили в школе на физкультуре. Например, на какую ногу надеть лыжу. Берешь две руки, чтобы левая рука была вот так, внизу лыжь, а правая сверху. И смотришь, какая вот здесь даже нарисована нога. Спортсменам благоволила погода, мороз укрепил трассу. И болельщики, скандируя, помогают лыжникам накатить и прибавить перед финишем. Истинное удовольствие от зимнего состязания получили все. И те, кто пешком пришел к финишу, преодолев и проявив волю один круг. И те, кому три не хватило, еще столько же проехали уже для себя. Катаюсь постоянно так, марафоном бегом в 50 километров. Здесь более таких спортивных не было, не считаю, что как победы. Так просто участвовал, прокатился в удовольствие. Снег сегодня хороший, гладкий, мягкий. И у меня сил много, поэтому все вот эти качества привели мне в первое место. Спортивный праздник-марафон «Славное время» был организован Казанской епархии и приурочен к Рождеству. Мы хотим показать и возродить те традиции, старые добрые традиции. 7 числа Рождества Христова. И мероприятия, соответственно, приурочены к этому празднику, к привлечению людей к здоровому образу жизни. На снежных трассах стало жарко всем без исключения, но на этом рождественское мероприятие не закончилось. Спортивный праздник был украшен святочными гуляниями и выступлением фольклорных коллективов. Друг на друга все глядели, разом делали, вот так. Повторить все, ладушки, хороводы, танцы, найти слабое звено, все под звонкий голос балалайки. И народная игра полена, только вместо него ледянки. Смысл в том, чтобы соседа заставить предмет в кругу сдвинуть. Рождественский лыжный марафон плавно перетек в святки. По древней традиции в это время никто не работал. А молодежь в дни святок обычно наряжались в праздничные наряды, рядились в различные костюмы. Они танцевали, пели и веселились. Организаторы современного рождественского торжества уверены, спорт и традиции совместимы. И будут проводить подобные мероприятия ежегодно. Субтитры создавал DimaTorzok